Ей, всем привет! Вот, первый вопрос. Я немного волнуюсь. Как вывести российский продукт на зарубежный рынок? Кто знает ответ? Сделать хороший. Еще. Вбухать кучу денег. Это любимая, да? Из какой компании? А еще варианты есть? Чего-чего-то все там? Потребности понимать. Ладно, давайте посмотрим сегодня, что у нас сегодня будет. Так, я, Сережа Тихомиров, меня больше всего знают по каналу Борода Продакта. Вот это вот. Product Architecture Framework и стратегической игры Game of Path. Но вообще-то я еще не на работу хожу, помогая компаниям выстраивать продуктовые процессы, проектировать сложные продукты или продуктовые стратегии. Вот, и сегодня я хочу рассказать о том, о нашем опыте в компании Elama, каким образом мы строили Discovery Team для того, чтобы ответить на вопрос, каким должен быть продукт для того, чтобы вывезти его успешно на западный рынок, и что у нас получилось за 4 месяца. Спойлер, у нас получилось. Вот, немножко о компании Elama. Что такое компания Elama? Компания Elama — это представляет собой продукт для автоматизации маркетинга в разных рекламных сетях. Вот в таких вот. Вот, Яндекс.Директ, Гугл Эдс, ВКонтакте, Фейсбук, МайТаргет и так далее. Самой компании аж 10 лет, примерно 350 человек. Компания стабильная, успешная, Product Market Fit найден, и все в целом хорошо, но в какой-то момент она поняла, что текущего рынка ей мало. Амбиции есть. И в начале 2018 года компания вышла на западный рынок, открыв филиалы в Бразилии и в Ирландии. Что, как успех, как думаете? А? Так себе? В Бразилии лучше? Нет, на самом деле это все было очень большим фейлом. Вот. Да, а фейлом было почему? Потому что, опа, а текущие ценности не подходят. Потому что таких проблем у западных клиентов нет. Это в России ценность продукта заключается в том, что он является некоторой прокси-компанией между теми, кто запускает компанию, и самими рекламными системами, предоставляя им функционал для автоматизации рекламы, закрывающие документы, техническую поддержку, различные платежные решения и так далее. А все эти проблемы на западном рынке уже давно закрыты другими продуктами. И ценностей, по сути, в продукте весьма мало. Второе. О бренде никто не знает. Это в России. Елама является канальным лидером. А на Западе, когда вышла компания, ее спросили, а вы вообще кто такие? А мы вот тут, компания из России. Откуда? И это большая проблема, потому что нельзя продать, когда тебя не знают. Ну и, соответственно, не доверяют. И последнее. Потому что конкуренция выше в разы. То есть если на российском рынке это 2-3 конкурента, с которыми еще можно бороться, можно конкурировать, а на западном рынке это 20-30 конкурентов, которые предлагают альтернативные решения, и по поводу которых ты должен своим собственным клиентам ответить, «А почему ты лучше, чем остальные 20-30?» Вот. И в этой ситуации на самом-то деле весьма становится страшно. Почему? Потому что… А что делать? Продукт по сути слабый. Тебя никто не знает. Там дофига конкурентов, потому что рынок существует уже 20 лет. Несмотря на то, что сама компания существует 10 лет. Есть так называемое свойство «рошенобилити». Что такое «рошенобилити»? Это когда мы делаем продукт для западного рынка, но при этом российской компании, в которой на английском языке разговаривают хорошо, если 3%. Во-вторых, сидит в России, а западный рынок, он на западе, и, соответственно, нужно разговаривать каким-то образом, а часовые пояса весьма мешают. Да и в целом знаний в компании весьма мало. Ну и сама статистика, она говорит против такой. То есть, либо вы создаете продукт для российского рынка, и он ограничен только Россией, он может быть успешен в России, но его не перетянуть на запад, либо изначально компании сразу же создают продукт для западного рынка. Ну, например, Мэнни-чат, Мира и много других хороших примеров. И все это, по сути, связано только с одним. То, что выход за пределы России — это равно создание новой бизнес-модели. Совершенно новой бизнес-модели. А что такое бизнес-модель? Это не только схема монетизации, за сколько вы будете продавать свой продукт, это еще и каналы, это еще и позиционирование, ну и какие-то определенные издержки. И, по сути, на самом-то деле, когда продукт выходит на западный рынок, это значит, он должен создавать новую бизнес-модель, возможно, даже отдельный бренд. Один из успешных кейсов на российском рынке — это компания Q-Magic, которая представляет свой сервис для колд-трекинга в России. И когда они выходили на рынок США, они вышли с тем же самым продуктом, но позиционировали его под отдельный сегмент, весьма узкий, ну с точки зрения сегмента, но не с точки зрения объема. И назвались Call Guru. И это был один из успешных кейсов такого discovery и выхода на западный рынок. Вот, но а что внутри этой бизнес-модели? Самый главный вопрос. А что должно быть внутри этой бизнес-модели? И для ответа на этот вопрос и была создана Discovery Team из разных совершенно людей, видите, я даже запарился и нарисовал вот тут вот с суперменов, из продуктов, из маркетологов, из кантри-менеджеров, которая бы и смогла ответить на этот вопрос. И нашими целями было следующее. Окей, понять, в какой точке мы находимся сейчас. В какую точку мы должны прийти. А что нам нужно сделать, чтобы из точки А прийти в точку Б? Соответственно, чего нам не хватает сейчас, куда мы должны прийти и при помощи чего? Вот этим вот мы и занялись. Но на самом-то деле это очень большой челлендж для любой компании. Почему? Потому что что делать непонятно. Количество неопределенностей просто огромное. Какой сегмент? Какие проблемы? По чем продавать? Какое ценностное предложение? И так далее, и так далее. И самое главное, что в этот момент как раз Discovery нужно сделать, это управлять этой неопределенностью, а не бояться ее и мандражировать. И для того, чтобы управлять этой неопределенностью, в первую очередь нужно договориться сами с собой. А что же, собственно, точнее, каким образом мы будем работать? И для этого мы сформировали некоторые принципы работы команды, некоторые, мы назовем это Discovery манифест. И первое главное правило — это то, что топ-менеджмент не вмешивается в процесс Discovery. Почему это важно? Потому что компания 350 человек — это много. Хотя есть компании тысячи человек, и две тысячи, и десятки тысяч. А что это значит? Это значит то, что так как людей много, есть много различных идей, и у некоторых могут быть желания продвинуть свои идеи, либо стоять на своих идеях и сделать все, чтобы, наоборот, подтвердить эту идею. Но мы говорим о другом. Мы говорим о том, что, слушайте, давайте договоримся, что мы не пытаемся доказать чьи-то идеи, даже если они не верны. Не пытаемся кубик впихнуть в круглое отверстие. Мы пытаемся понять, что действительно нужно рынку, и сделать такой продукт, который нужен клиентам, закрывает их проблемы. И поэтому в данном случае в качестве эксперимента мы убрали влияние топ-менеджмента из деятельности Discovery Team и начали работать чисто продуктовым процессом, о котором мы сегодня с вами поговорим. Второй важный принцип — то, что мы формализуем и фиксируем все знания. Почему? Потому что мы работали в Slack, как основном канале коммуникации, и каждый день у нас достаточно было много переписки. Мы делились новостями, мы делились исследованиями, мы делились разными интересными продуктами, фичами, кто что мог найти. Это очень большой поток информации, и проблема этого большого потока информации только в одна — то, что мы переписываемся сегодня, завтра мы уже забываем. А в рамках Discovery Team, то есть команды, которая по сути должна управлять знанием, собственно, фиксация и формализация знания — это основное. Поэтому все, что мы общаемся, должно быть зафиксировано, формализовано для того, чтобы мы от него отталкивались, а не забывали. И это очень важный момент. Третье правило… А, нет, давайте немножко расскажу, да, каким образом. Значит, я уже сказал, у нас был Slack, у нас был Мира как основная борда для совместной работы, для проектирования. И у нас был Confluence, где мы фиксировали все долгосрочные крупные текстовые блоки вроде транскриптов, вроде результатов исследования и так далее. И этих трех инструментов хватало для того, чтобы нормально работать всей командой из восьми человек. Следующий принцип, один из основополагающих. Лучше попробовать и получить знания, чем не попробовать и не получить. Самое основное при работе с любыми гипотезами и в целом — это не ссать. Не ссать и пробовать. Если есть какая-то бредовая идея, давайте ее обсудим. Давайте, правда, ее обсудим нормально. Если нужно что-то мелкое попробовать, то давайте пробовать, а не сидеть и искать причины, почему этого не сделать. Не оценивать риски, а наоборот рисковать, пытаться. И во всем. Ну, во всем. И это дало очень хорошие результаты. Открытость и аргументация вместо молчанки останусь при своем мнении. Это очень тоже важный принцип. Почему? Потому что мы не спорим, мы аргументируем. Нет аргументов — ищем. Не находим — принимаем сторону того, у кого есть аргументы. Все очень просто, потому что это рациональность, потому что это здравый смысл. Мы не молчим. Если мы с чем-то не согласны внутри команды, мы не пытаемся это оставить при себе, а потом поделиться там за чьими-то спинами с кем-то другим. Нет. Мы это открыто обсуждаем, спорим, ну, точнее, аргументируем. И приходим к какому-то консенсусу, что да, это круто или да, это не круто. И это очень важный момент. Почему? Потому что наша вся задача как раз пройти сквозь вот эти вот противоречия при помощи знаний, при помощи аргументов, чтобы родить какое-то решение. Ну, и, в принципе, этих принципов было несколько других, там, менее важных. Но это еще не все. То есть, в принципе, это хорошо, но на проект у нас было всего три месяца, по сути. При этом эта команда была проектной. Ну, то есть, те люди, которые участвовали в команде, они делили свои обязанности с обычной работой. И в этом случае, каким образом можно действовать? Каким образом можно за три месяца при такой большой неопределенности добиться результата? Но только одним способом. Это темп и методология. Темп, то есть, некоторая четкая, назовем это, каденция. Когда вы делаете что-то постоянно, что-то постоянно, что-то постоянно, что должно войти в привычку. Когда вы не просто так, не знаю, протестировать мне гипотезу сегодня или нет, что-то я не знаю, настроение как-то не очень. А вне зависимости от строения берете и делаете. Это важно. Ну и, во-вторых, методология. Собственно, а как все это делать? Это очень большой вопрос. А какие есть методологии, собственно, Discovery? Да все мы их знаем. Вот они все. Астер Вальдер, ценностные предложения, бизнес-моделирование, Стив Бланк, Customer Development. Вот эта вот книженька, стратегия Голубого океана и так далее. Я советую, если вы занимаетесь Discovery продукта, фичи или чего угодно клиентского опыта, в первую очередь ориентироваться на эти уже всем давно известные методологии. Качество информации в них более чем зашкаливает. Не нужно изобретать велосипед, особенно если вы не умеете изобретать велосипеды. И нужно просто брать какую-то методологию и использовать ее, и работать чисто по методологии. Опять же, с тем темпом, который вы зададите на входе. В данном случае я вот расскажу про… Ну, я обещал, потому что вроде как product-architecture framework. Мы взяли мою схемку, которая, в принципе, повторяет многие схемки Discovery, что Стива Бланка, что Астер Вальдер и Пенье. Но ориентировались мы не на весь процесс Discovery, который заключается в том, что мы валидируем гипотезы потребителя, исследуем рынок, ценностные предложения, бизнес-модели, стратегии выхода на рынок, solution и так далее, и так далее. А наша задача заключалась пока только в первом этапе, который говорит о том, что есть потребитель, есть проблемы, есть его какое-то поведение, и нужно сконцентрироваться пока только на этом. Потому что все остальное является… Потому что вот это вот все остальное, последующие все этапы, являются следствием какого-то вот этого. И теперь возникает вопрос, а что же нужно тогда проанализировать? Окей, ну, всем просто, все мы знаем эту фразу, да? Надо изучать наших потребителей, надо изучать наших клиентов. А что конкретно изучать? Что такое наш клиент? И здесь на самом-то деле оказалось то, что клиент в целом, и что нужно изучать, весьма конечное число, назовем это, сущностей. Я здесь привел пример, который не относится к маркетингу, не относится к продукту, просто потому что… Чтобы вам было проще понять, о чем я говорю. Я взял такой нейтральный пример, когда есть у нас Пашенька, 30 годиков Java-разработчик, и Пашенька попал в ситуацию, у него сломались наушники. И Пашенька хочет… Новые наушники он хочет, потому что у него эти текущие сломались. А зачем ему новые наушники? А затем, чтобы слушать музыку на работе. А зачем ему слушать музыку на работе? А потому что его бесит Аллочка, которая работает коэ-инженером, и ее мерзкий голос. Вот. Окей, но а как ему, бедняге, из сломанных наушников превратиться, так сказать, в новых наушников? Он может пойти в офлайн-магазин, купить на Озон, идет на индекс-маркет или просто гуглит в интернете. Но когда он это делает, разные, так сказать, поведения, он сталкивается с определенными проблемами. Например, а как сравнить одни наушники с другими? А действительно, как? Если вы не очень соображаете в технике, то как вы будете сравнивать? Неизвестно. А какой магазин надежный, если вы гуглите в интернете? А дорого? Это сколько сейчас? 3 тысячи за наушники – это дорого или нет? А 5 тысяч? А 7 тысяч? Неизвестно. Но при этом есть еще и причина этих проблем. А почему он не знает, как сравнивать? Ну, а почему у него проблема, как сравнить одни наушники с другими? Потому что он не понимает технические параметры. И так далее, и так далее, и так далее. Так вот, количество сущностей, по сути, на самом-то деле, конечное. И все методологии, которые используются, Jobs to be done, которые, что говорит? Если человек попадает в какую-то определенную контекстную ситуацию, у него такое-то поведение, такой-то результат, такая-то мотивация. Юзер старя, который говорит, что я, как некоторая персона, хочу что-то для того, чтобы что-то. Кастомер Джонни Мэпп, который говорит, что есть такие-то пути, по которым идет потребитель, и он проходит такие-то определенные шаги, и когда он проходит определенные шаги, он сталкивается с такими-то проблемами. Вне зависимости от методологии, на самом-то деле, это… ну, разные методологии пытаются просто по разному фокусу смотреть на одну и ту же единственную ситуацию, которая определена вот этими вот конечными сущностями. Персона, контекстная ситуация, поведение, работа, результат, мотивация, проблема, причина мотивации, причина проблемы. Все. И как раз, когда вы проводите discovery, по сути, вы и должны нагенерить гипотез и их проверить, которые касаются вот этой ситуации. Я советую использовать такие шаблоны. Есть четыре шаблона, которые тоже по разным фокусам смотрят на одну и ту же ситуацию. Гипотеза поведения, то есть я, когда роль сталкиваюсь с какой-то ситуацией, то у меня такое-то поведение, потому что у меня такая-то мотивация. Гипотеза проблемы, когда роль что-то… сталкивается с определенной ситуацией, у него есть какие-то проблемы, и это мешает ему результат. Роль, когда он что-то делает, чтобы достичь ожидаемый результат, потому что у него такая-то мотивация. Ну и причинности. Проблемы потому что, мотивация потому что. Это пример. Не обязательно шаблоны должны быть такими. Еще раз. Потому что главное прояснить смысл вот этой вот всей ситуации. И, в принципе, неважно, в каком виде вы формулируете гипотезы. Совершенно неважно. Важно, чтобы они приводили к пониманию вот этой вот ситуации. И весь скрипт интервью, который, соответственно, вы формулируете, он должен быть основан не в вакууме, а отталкиваться от определенных гипотез, от тех гипотез, которые вы сформулировали. Например, у нас это было так. Подскажите, вам не видно, да? Нет? Видно? Ну, например, гипотеза. К агентству не приходят клиенты, потому что агентство не умеет себя продавать. Как может звучать вопрос? Последний раз, когда сорвалась сделка с клиентом, по какой причине это произошло? Что поменялось после этого в ваших процессах? Или сотрудники агентства создают отчеты для своего руководителя, отличные от отчетов для клиента. Окей. Вопрос. Требуется ли руководителю отдельный сводный отчет по всем проектам? Ну, и так далее. Я не буду сейчас рассказывать, каким образом строить скрипты интервью. За меня это лучше делают различные коллеги. Но есть три интересных лайфхака, которые мы обнаружили и которыми я хочу поделиться. Первый. Это вопрос, а ради какой ключевой ценности задачи вы купили текущий продукт? Ну, что нужно понимать? Мы выходим на западный рынок. Там уже есть клиенты, у них есть проблемы, и они уже решают их при помощи каких-то текущих продуктов. Их продуктов. И самое важное понять, а зачем, ради какой ключевой проблемы, какой ключевой задачи, они уже купили их текущий продукт. Не всего множится задач, а хотя бы одной ключевой. Сфокусировать их именно на этом. Например, мы хотим сократить себе время на рутинной операции. Окей. Или мы не знаем, каким образом управлять там ставками. Окей. Тогда это хороший ответ, и это хорошая информация для нас, для того, чтобы понимать, каким образом ведет себя клиент. Второй вопрос. Как вы понимаете, что что-то идет не так? Это очень крутой вопрос. Почему? Потому что на самом-то деле важно не только понимать, как он себя ведет, но и на основании чего он принимает свои решения. И в принципе, почему он считает, что у него все хорошо или у него все плохо. И тогда на самом-то деле он начинает задумываться. Почему? Потому что этот вопрос не совсем очевидный, но он позволяет вам получить более глубинные знания. Третий вопрос. Есть ли задачи, для которых используется Google Sheets? Ну или Microsoft Excel? Это вообще самый крутой вопрос, особенно если B2B-шный продукт. Почему? Потому что, во-первых, Microsoft Excel – это самый лучший автоматизатор любых процессов. И у многих компаний часть процессов не автоматизируется за счет каких-то продуктов, которые у них есть. Они все равно оставляются на Excel. Все равно мы что-то делаем. Знаете, например, какой один из способов для продукта… Точнее, где в основном продукты тестируют, записывают и скорят свои гипотезы? Ну вот здесь вот, да? Вот здесь вот на самом-то деле. Это очень интересно. Окей. Да. Вроде все круто. То есть мы нагенерили гипотез. Мы сделали скрипт. И мы такие молодцы. Ну а что делать дальше? А делать дальше – это, собственно, общаться с клиентами. А с учетом того, что Russianability, опять же, то, что мы здесь, а они там, нужно какой-то канал для того, чтобы этих респондентов получать и с ними общаться. При этом канал должен быть стабильным. Это если в России мы можем взять вот так вот руку, протянуть, посадить его рядом с собой или прийти к нему и все узнать. Это здесь он лояльный и все хорошо. А там он вас не знает. И какой канал использовать – тоже непонятно. И это большая проблема. И с этой проблемой мы полтора месяца стояли на месте. Мы пробовали всякое. Мы пробовали e-mail-рассылки по той базе лидов, которая собралась с начала 2018 года. Мы предлагали им в рассылке гифт-карты. Вот такие гифт-карты Amazon, например, на 10, 20, 30, 50 долларов и так далее. Это не сработало. Мы покупали… ну, точнее, мы размещали баннеры на своем сайте, где только можно. Покупали баннеры на профессиональных платных площадках. Это тоже не сработало. Ну, мы размещали баннеры с оффером то, что… «Здравствуйте, мы такие хорошие. Давайте пообщаемся, чтобы мы узнали ваши боли и смогли вам сделать крутой продукт». Что-то примерно так. Конечно, утрирую, но так или иначе. Делали квиз в Фейсбуке. Какой ты маркетолог и еще. И это тоже не сработало. Вот. И мы почти отчаялись. Но в этот момент, ну, примерно в это же самое время, в Елами проходил курс по касс-деву. Знаете, кого, да? Вот этого человека, да, Ивана Замесина, и мы с ним пообщались относительно этой проблемы. И Ваня посоветовал замечательный сервис Respondent.io, который мы начали использовать, и тут же мы полетели. Потому что получили этот как раз стабильный канал для привлечения клиентов. Ой, для привлечения респондентов. Стоимость одного респондента, причем целевого, живого, нормального человека, адекватного, стоила примерно 60 долларов. И это дало нам очень хороший поток информации, который в результате превратился в нормальные профили. Примерно 12 различных профилей сегментов. Всю информацию мы сегментировали, мы анализировали, собирали и так далее, и получилось что-то вот примерно это. То есть профиль, где описание какой-то клиента, его контекст, его контекстной ситуации, его ценности, к чему он стремится и его проблемы. И тем самым мы знали все о, ну или по максимуму, на что могли узнать, о клиенте. То есть давайте вернемся. Мы начали с принципов работы команды, потом мы перешли к пониманию, что за контекст, сгенерировали гипотезы контекста, сделали скрипт, начали по этому скрипту работать. И в результате мы систематизировали все знания, получили что-то в виде этого. Самый главный вывод какой? На самом-то деле, если вы хотите выйти на западный рынок, получить респондентов, начинайте думать о канале привлечения респондентов сразу же, как начинайте генерировать гипотезы относительно контекста. Вот прям сразу же. Иначе вы будете стоять на месте и потратите время. Этого достаточно? Ну, нет, на самом деле этого недостаточно. Почему? Ну вот все это знают штуку. Value Proposition Canvas. Почему мне нравится эта модель? Потому что она показывает очень хорошую трассировку, декомпозицию. То, что хочет клиент, гейнсы, пейнсы, кастомер, джобы, в то ценностное предложение, которое вы формулируете. То есть ценностное предложение является следствием вот этой вот штуки. Не просто в вакууме она, она является следствием. Это очень важный момент. Но достаточно ли просто, чтобы сформулировать какие-то решения на основании только этого? Будет ли оно стабильно? На самом-то деле нет. Почему? Потому что самые успешные продукты, они всегда базируются на каком-то растущем тренде. Например, мани-чат, на каком тренде оно базировалось? А то, что платформа, то, что открылась платформа для мессенджеров. API открылась, которую они начали использовать, и оно только открылось, оно начало расти. И продукт, который использует данный тренд, он тоже начинает расти вместе с этим трендом. Почему Мира хорошо взлетела? А потому что ремоут работа. Потому что нужно каким-то образом коллаборироваться многому числу людей, которые сидят в разных местах. И вместе с этим трендом, мировым трендом, Мира начала очень эффективно развиваться. Маренис выделяет четыре типа таких растущих трендов. Ну, например, это поведение клиентов. Ну, такое крупное поведение клиентов. Например, что это значит поведение клиентов? По статистике мы сейчас заказываем еду в ресторане. Ну, еду, точнее, всяких там Яндекс.Еда, например. Delivery Club. Чуть ли не чаще, чем мы ходим в рестораны. Это тренд, который отображает поведение всех потребителей, ну, в рамках какого-то региона, там, города и так далее. Или открытие новых технологических платформ. Открылся, например, в WhatsApp бизнес-аккаунты стали доступны, стала доступна официальная API. Это открытая платформа, и продукты, которые будут использовать эту возможность, будут расти вместе с этой платформой. Или какие-то рыночные тренды, технологические, государственное регулирование. Опять же, государственное регулирование в России затребовало, точнее, выпустило 54-й ФЗ, который требует всякий запуск операторов фискальных данных и так далее. И появился новый рынок, на котором продукты стали расти просто потому, что есть такая возможность. И, по сути, на самом деле, в этой модели, для того, чтобы как раз наши решения были стабильными и успешными, не хватает вот этой вот части. Маркетинговой среды, которая определяет тренды, какая экономика, альтернативные предложения. И, соединяя как раз в вашем решении левую и правую часть, вы получите очень стабильный продукт. Каким образом мы это делали? Где брали информацию? Ну, во-первых, исследования трендов Мэри Микер, которые выпускают ежегодный интернет-трендс-отчет по интернет-трендам в разных отраслях, в том числе на отдельных рынках США, Китай, Гартнер, Хайпцикл. Отраслевые исследования продуктовых компаний, именно продуктовых компаний, фактически ваших будущих конкурентов, особенно сильных. В нашем случае это был HubSpot, WordStream, которые сами выпускают крупные отчеты по индустрии, и в которых очень много, на самом деле, полезной информации. Просто отраслевые исследования маркетинговых агентств, статистика рекламных систем, потому что мы же говорим за продукты, которые автоматизируют работу с рекламными системами. Ну, и агрегаторы, статистики, информация по компаниям, вроде, например, статисты. К чему еще стоит обратиться, и чего мы не делали? Это Гартнер, Magic Quadrant, Product Hunt, где очень много тоже полезной информации. Стартап-акселераторы, которые тоже о много чем пишут, и особенно западные стартап-акселераторы, которые рассказывают о тех стартапах, которые там запускались, с какими трудностями не сталкивались и так далее. Отчеты инвесторам. Очень много полезной информации. Если компания публичная, и она выпускает эти отчеты, и там просто бездны полезной, открытой информации, которую по другим источникам не получишь. Ну, и, собственно, лидеры мнения, эксперты отрасли — это тоже очень хорошие источники для получения информации о рынке. В результате мы сформировали некоторый концепт-решение. Здесь вот пару слайдов, что у нас получилось. Бизнес-модель, концепт продукта, ключевая ценность, каким образом он может развиваться, какие продуктовые направления внутри и, в принципе, что состоять в нем должно. Но этого тоже недостаточно. Почему? Потому что... А каким образом? То есть мы определили точку А, мы определили точку Б, но каким образом прийти из А в Б? И для этого мы сформировали некоторые рекомендации по стратегии, по продуктовой стратегии. И одной из этих рекомендаций было изменение структуры компании. Почему? Потому что структура и процессы в продуктовых компаниях являются следствием продукта. То есть сначала мы определяем, какой мы хотим продукт, и под это мы меняем, чтобы его создать, компанию, а не наоборот. Вот. И вот это очень важный момент. Почему? Потому что в обратную сторону это не работает. Те, кто пытаются сделать это в обратную сторону, у них мало что получается. Они либо тормозят локтем, либо... Ну, то есть очень медленно что-то делают, фактически потом забивают, потому что у них ничего не получается. Либо они сразу отказываются от этого. И этим в большей степени грешат, конечно, крупные компании. Потому что им сложнее это изменить. Каким образом это делать крупной компанией? Ну, отчуждать ту часть, которая хочет сделать западный продукт. Так вот, и мы определили некоторую стратегию. И стратегия, в моем понимании, это некоторая система решений, предназначенная для целенаправленности сокращения рисков по пути к целям бизнеса. То есть по пути к тому, как мы приходим в точку B, из точки A. Это не сам путь, это не roadmap, это не шаги 1, 2, 3, 4, 5. Опять же, потому что мы здесь. Мы еще не знаем, с какими столкнемся сложностями на этом пути. Но однако, вне зависимости от того, с какими сложностями мы столкнемся, мы должны понимать и ответить себе на следующие вопросы. Как учиться быстрее и все вместе? Все вместе, значит, внутри всей компании. Как проверять гипотезы быстрее и дешевле? То есть, по сути, стратегия — это некоторая система принятия решений, ваши процессы, которые вы делаете, вне зависимости от того, какая пойдет ситуация. Ну, например, есть в зале те, кто ходит в походы? О, есть там, смотрите, даже есть. Так вот, в походы. Вы не знаете, что будет, когда вы достигнете вершины горы. Вы не знаете, пойдет завтра дождь или не пойдет. Выпадет снег или не выпадет снег. Размоет дорогу или не размоет дорогу. Неизвестно. Но, однако, вы подготавливаетесь к любому исходу. Вы тренируетесь, например, бегаете две недели на дорожке перед походом. Вы кладете в рюкзак непромокаемые вещи, причем по два комплекта и так далее. Вы подготавливаетесь к любому исходу. И в данном случае стратегия — это как раз и есть ваша система решений, которая вам позволяет подготовиться к любому исходу и быть успешными в любом случае. И мы сделали некоторые рекомендации. Но самое важное, ну, некоторые рекомендации отдали это, и по сути то, что мы сделали, стало легло в основу стратегии компании 2020 год. И вот здесь интересный момент, который мы научились и который мы поняли, то, что на самом-то деле западный рынок, он очень огромный. Ну, вот представьте, что раньше вы плавали в бассейне, а после этого вам предлагают поплавать в море. Он огромный. И вы можете на нем создать N-количество продуктов, N-количество бизнес-моделей. Вы можете ориентироваться на N-количество сегментов и быть успешными и там, и там, и там. И самое главное, что вы здесь сами должны определить, сами для себя, это вопрос самоидентификации, а куда вы хотите идти, а кем вы хотите стать. Нет идеального продукта, нет здесь серебряной пули, нет идеального решения, это рынок. Это как бы уравнение с очень многими неизвестными и очень многими точками успеха или оптимальности. И самое главное здесь понимать, кем вы хотите стать как компания, какое добро вы хотите причинить всем вместе взятым людям, вашему рынку, вашему сегменту. Ориентируетесь вы только новичков или экспертов отрасли. Работаете вы только с контекстной рекламой или с таргетированной, ну, например, продукта Elama. И этот вопрос самоидентификации, что самое главное, он не лежит, его нельзя вывести из всего остального. Его нельзя вывести из клиентов, его нельзя вывести из их проблем, из трендов рынка его тоже нельзя вывести. Это вопрос чисто самоидентификации. Это нужно понять, утвердить и ехать в эту сторону. Почему? Потому что он как раз задает очень четкий фокус, приоритизацию, коридор, в рамках которого все остальное становится менее важным. Потому что вы фокусируетесь на том, кем хотите стать. И это вот то, что мы поняли. И если бы мы поняли это раньше, если бы у нас были эти знания на входе, мы бы меньше времени потратили на сам процесс, мы бы сделали с большим качеством. И поэтому я советую всем вот сначала определиться с вот этим, а потом уже со всем остальным. Потому что все остальное — это просто темп и методология. И у меня, пожалуй, все. Большое спасибо. Спасибо, Сергей. Очень вдохновляющее выступление и наша уже традиционная часть. Собственно, друзья, самые каверзные вопросы. Не читай название книги, потому что это рискует, что люди не будут задавать вопросы. Поехали? Ребят, кому-то не повезет сегодня. Поднимайте, пожалуйста, руки. А, вижу. Спасибо большое за отличный доклад. У меня небольшая сложность вот в последней части возникла, да? Я правильно понимаю, что… Вот да, нет, следующий слайд. Что ключевая вещь — это выбор, который делается до исследования. Да, кто мы есть как компания? Ну, конечно. Ну, то есть, деньги, например, если цель компании считаете как деньги, вы можете получить деньги 100-500 способами. Это я понимаю. Что меня смущает? Меня смущает то, что если я, например, не собираюсь выходить на западный рынок, а делаю локальный бизнес, ну, там тот же самый вопрос стоит. Да, но это да. Где точка связи с исследованием? То есть, в чем тогда разница? Разница очень большая. Ну, может быть, в данном случае не очень большая. Просто что это позволяет? Что дает ответ на этот вопрос? Он сужает коридор ваших исследований. Соответственно, сужается коридор исследований, вы тратите на этом меньше времени и денег. Вы более сфокусированно получаете то решение, которое вы хотите. Вы исследуете не 10 сегментов, а 2 или 3. Вы тестируете не 50 гипотез, а 20. Вот такой вопрос. Конкретно в этом случае, в случае Еламы. Могла ли она прийти вот к такому вопросу, к ответу для себя до исследования западного рынка? Более того, этот вопрос задавался очень давно в компании. Но, к сожалению, так никто и не смог дать на него ответ. Ну, на самом деле, никто не смог дать его ответ. Почему? Может быть, в том числе, потому что, с одной стороны, не было знаний, которые, во-первых, получились в результате Discovery Team, а, во-вторых, может быть, не хватало видения. Вот и все. Но, на самом деле, он задавался не один раз и не один год. То есть, вот это исследование еще и на видение поработало в том числе? Да, потому что в результате, по сути, у нас получился не только некоторый концепт продукта, но и некоторый концепт видения всего, какой Елама может быть, может стать, точнее, может стать в будущем. И очень много то, что получил в результате Discovery Team, топ-менеджмент принял. Спасибо. Здравствуйте, спасибо за интересный доклад. Я хотел бы спросить, как то, что вы выяснили в ходе этих исследований для других рынков, изменило потом продукт на основном рынке, с которого вы начинали? Изменился ли сам продукт или изменилась ли как-то сама компания? То есть, как вот эти исследования повлияли на тот бизнес, который был до этого? Все очень просто. В результате, опять же, нашего исследования мы имеем план на развитие продукта на 2020 год. Вот. Каким образом изменяется компания? Компания проходит определенную реструктуризацию с точки зрения изменения направления продуктового менеджмента. То есть, там были продуктовые команды, они делились по-своему. Исходя из той концепции, о которой родилась в результате Discovery Team, продуктовая архитектура компании, ну, продуктовая структура компании, разбивка команд по вертикальному продукту, она немножко меняется. Для того, чтобы сфокусироваться и в результате, собственно, реализовать тот план, который мы заделали на 2020 год. Я хотел другое уточнить. То есть, ну, если я правильно понял историю, то, естественно, она выглядела следующим образом. Был продукт, на котором заработаны были достаточные средства для того, чтобы инвестировать в выход на другой рынок. Ну, как вы сказали, что поняли, что этого рынка мало, есть амбиции и так далее, и так далее. Значит, ну, были потрачены какие-то ресурсы, собраны команды и так далее, и так далее. И вот сначала попробовали, и на этом рынке не пошло, значит, а потом сели, подумали, провели исследование, и то, значит, сделали, о чем рассказывали, и после этого как бы на том другом рынке все получилось. А, собственно, сам основной продукт, он изменился, ну, на котором в России заработали, он стал другим, или он остался таким, он продолжает зарабатывать, и так далее, и так далее. И как эти инсайты изменили тот бизнес, который был раньше? Я понял. Продукт один и тот же, продукт будет один и тот же. И, соответственно, чтобы его адаптировать под то, что необходимо западному рынку, почему? Потому что мы еще поняли то, что на самом-то деле вот те вот изначальные ценности, которые были актуальны для российского рынка, они не котируются на Западе. Но новые ценности, новые ценностные предложения, которые мы хотим внести в продукт, они уже котируются и для Запада, и для России. И, соответственно, нам нет смысла создавать новый продукт. Мы можем добавить, улучшить текущий продукт, чтобы он работал и на тот, и на тот рынок. Но в первую очередь фокус, опять же, на западный рынок. Спасибо. Да, спасибо за доклад. У меня вопрос. Если есть, опять же, продукт на российский рынок, есть ли смысл тиражировать его, например, на какой-то более френдли Белоруссию, Казахстан, страны СНГ? Или если мы целимся в любом случае на западный рынок, это нисколько не поможет, и просто маленький охват рынка будет, не очень большой профит? Спасибо. Вы сами ответили на свой вопрос. В Беларуси, в Казахстане есть, конечно, продукты, которые только внутри страны. Но в Беларуси, на самом-то деле, я не знаю компаний, которые чисто на Беларусь работают. Все там, PandaDog, Wargaming, вовне работают, потому что рынок очень маленький. С Казахстаном примерно та же самая история. То есть там хорошо работают компании, которые есть какое-то взаимоотношение с государством и делают продукты, скажем так, через государство или под государственные заказы, но на самом-то деле этот рынок очень маленький, и на нем концентрироваться не очень стоит. То есть на нем можно, конечно, масштабироваться. Вопрос в том, опять же, ваших амбиций. Вы хотите получить в копилку себе, не знаю, там еще 20 миллионов или 200? Ну тут скорее вопрос не в 20 миллионов, а скорее какие-то там шишки набить, фичи, не знаю. Тогда вы будете набивать шишки и получать информацию чисто по клиентам этого региона. Сможете ли вы масштабировать опыт, не знаю, Казахстана на опыт Бразилии? Мне подсказывает, что нет. Спасибо. Спасибо за доклад. Вот вы про конкурентов рассказывали, что там их 2, а там их 20. Вот какую роль конкуренты играют в развитии продукта? Смотрите вы на них как на врагов или как на друзей, анализируете, вдохновляетесь? Обгоняете. Хороший вопрос. Значит, когда мы, это мы внутри команды очень сильно спорили, как назвать их конкурентами или альтернативными решениями. Почему? Потому что конкурентами назвать язык не поворачивается. Мы с ними не конкурируем. Они существуют, там некоторые компании существуют на том рынке 20 лет. 20 лет они существуют. Еще раз, сейчас 2019 год, они с 99-го там. Мы не конкурируем, мы не способны конкурировать. Это просто альтернативные решения, которые используются. И исходя из этого, опять же, с точки от позиционирования, не все они являются, будут, точнее, будут являться нашими конкурентами. Нет. И одна из поинтов, которые мы рассматривали, это то, что партнерство с ними. На самом-то деле нам не обязательно с ними конкурировать. Мы можем усилить продукты друг друга, потому что мы передаем часть своей ценности им и берем часть их своей ценности и вносим внутрь себя. Поэтому там была двоякая история. То, что мы сначала позиционируемся от вот этих вот, но вот этих мы можем использовать для того, чтобы усилить себя, и они наши не конкуренты, они наши партнеры. Но опять же, рынок, он достаточно большой, то, что даже с учетом вот этих 20-30 конкурентов, там есть еще и место и другим компаниям. Друзья, это был последний вопрос. Пришло время выбрать вопрос, который захватил твое сердечко. Мое сердечко захватило последний вопрос. Пожалуйста, автор последнего вопроса, поднимитесь на сцену за своим призом. Ты можешь зачитать эту книгу, название этой книги. Я знаю, на самом деле, повезло ему, нет, потому что книга называется «Как пасти котов». Прекрасная книга. Александр, спасибо. Мне как раз эту книгу рекомендовали прочитать, спасибо. Как здорово. Друзья, это был Сергей Тихомиров, борода продакта. Давайте громкими аплодисментами. Поблагодарим его за классное, вдохновляющее выступление. Спасибо тебе. И все подписывайтесь на этот суперский телеграм-канал.